В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Лилит Григория. Здравствуйте! Состоялось первое в новом учебном году заседание ученого совета. Что было на повестке, расскажем в сюжете. Первое в новом учебном году заседание ученого совета в ЮРГУ традиционно началось с вручения наград и дипломов выдающимся студентам и сотрудникам вуза, а также присвоения ученых степеней. Основной темой заседания стали результаты летней и зимней сессии 23-24 учебного года. Проректор по образовательной деятельности ЮРГУ Марина Потапова рассказала об итогах сессий, провела сравнение с прошлым учебным годом и привела анализ успеваемости по всем институтам и высшим школам. В ходе работы были разработаны мероприятия, направленные на повышение качества образования и успеваемости студентов в Южноуральском государственном университете, в их числе проведение независимой оценки качества высшего образования и ведение журнала посещаемости учебных занятий студентами. Кроме того, на заседании рассмотрели алгоритм прохождения конкурсной процедуры профессорско-преподавательского состава, стипендиальное обеспечение обучающихся по образовательным программам высшего образования ЮРГУ в 2024 году и многое другое. Подробнее заседание ученого совета смотрите в следующем выпуске. В Челябинске прошел чемпионат России по шахбоксу. В преддверии соревнований во дворце спорта Южноуральского государственного университета состоялась пресс-конференция Кубок России по шахбоксу. Шахбокс – это вид двоеборья, в котором соперники поочередно проводят раунды за шахматной доской, разыгрывая блиц-партию, а затем поединки на боксерском ринге. Спортсмены собрались на пресс-конференции для того, чтобы обсудить уже имеющиеся результаты, а также предстоящие планы. Так как в университете сделали такой классный зал, шах и раунд, хотелось бы, чтобы студенты приходили сюда, занимались. Они и так ходят, конечно, но хотелось бы больше, чтобы конкуренция росла, у всех были соперники в дальнейших рейдерах. На следующий день после пресс-конференции спортсмены встретились уже для того, чтобы побороться за Кубок России по шахбоксу. В двух главных поединках за пояс чемпиона России по шахбоксу сразились лучшие челябинские шахбоксеры. Двукратный серебряный призер чемпионатов мира 2022 и 2023, пятикратный чемпион России и двукратный победитель Кубка России, победитель международного гран-при по шахбоксу в 2023 году Артем Салдаян. И чемпион мира 2023 года, а также трехкратный чемпион России Амина Ахмадулина. По итогам трех раундов Амина уступила в шахматах сопернице, которая поставила ЕМАТ. Девушкам, правда, большое спасибо за очень яркие, бурные эмоции. Мы все болели, переживали, выслышали. И, конечно же, бой получился очень непредсказуемым, интересным, но и самое главное, честным. Амина, мы тебя очень любим всем в Челябинском. Тобой гордится Конор, тобой гордится весь Юргу, тобой гордится весь Челябинск. Соперником Артема Салдаяна стал спортсмен из Рязани. Выпускник Юргу одержал победу над соперником и завоевал титул чемпиона России по шахбоксу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, что в 2023 году на базе Южноуральского государственного университета при поддержке промышленной группы Конор был открыт современный центр студенческого шахбокса «Шах и раунд», который стал первым в России многофункциональным спортивным комплексом в данном направлении. Данные соревнования стали квалификационным отборочным турниром в сборную команду России для участия в шестом чемпионате мира по шахбоксу, который состоится в Армении в октябре. Развить предпринимательские компетенции, разработать бизнес-идею, получить экспертную поддержку от ведущих бизнес-наставников возможно. Состоялся старт акселерационной программы Юргу 2024. Акселератор Юргу – программа, направленная на реализацию предпринимательских инициатив студентов и развитие компетенций в области бизнеса. В Юргу прошло торжественное открытие проекта. Гостей мероприятия поприветствовал ректор вуза Александр Вагнер. В этом году у нас рекордное количество университетов. Восемь университетов Челябинской области в этом году принимают участие в акселерационной программе Юргу. И, конечно же, это заслуга и вас, и тех, кто с вами работал, приглашал вас на эту программу, рассказывал о всех преимуществах и неудобствах обучения на акселераторе. Большое вам спасибо, но, наверное, все равно, и сегодня ролики-то уже озвучили, и, конечно же, все-таки программа, она позволяет пообщаться и официально, и неформально, как раз именно их с экспортом, и те, кто понимают, что такое предпринимательство, обладают знанием и пониманием очень широкого набора кейсов. В рамках открытия мероприятия состоялась панельная дискуссия на тему технологического предпринимательства в России, перспектив развития студенческих стартапов, мера финансовой, грантовой, социальной поддержки среди начинающих предпринимателей. В рамках федерального проекта «Платформа технологического университетского предпринимательства» акселерационные площадки дают возможность студентам любых направлений и специальностей попробовать себя в качестве роли инноватора. Южно-Уральский государственный университет уже третий год воплощает этот проект. Высшая школа экономики и управления, пользуясь колоссальными возможностями университета, дает возможность нашим студентам, студентам других вузов, попробовать себя в реализации инноваторских идей. В акселерационной программе 2024 года принимают участие студенты восьми вузов Челябинской области. На протяжении трех месяцев участники пройдут бизнес-интенсив, в рамках которого они будут генерировать идеи, проверять гипотезы рынка, прорабатывать их с реальным потребителем, разрабатывать MVP, просчитывать экономическую и финансовую модель проекта. В финале юные предприниматели смогут выступить перед инвесторами, а также получат возможность финансирования и осуществить первые продажи. Кроме всего, после акселерационной программы все участники акселератора остаются в нашем поле внимания и продолжают получать от нас информационную, экспертную, в том числе и финансовую поддержку. Сегодня рассказывали о возможностях получения финансовой поддержки от центра «Мой бизнес», от фонда «Сколково». У ребят есть возможность подать заявку и получить грант студенческий стартап в размере одного миллиона рублей. У ребят есть возможность в будущем защитить свою будущую выпускную квалификационную работу в формате стартапа и найти себе инвесторов среди бизнесменов и инвесторов региона. Для многих ребят участие в акселераторе стало мощным стартом для бизнес-проекта. Так, Артем Агафонов с Михаилом Заякиным создали разработку интерактивного зеркала для системы «Умный дом». На данный момент студенты занимаются привлечением инвесторов. В прошлом году мы создавали интерактивное зеркало для управления системой «Умный дом». То есть это зеркало, которое вешается вместо обычных зеркал дома. И с помощью него, во-первых, на него вводится вся информация по «Умному дому». И плюс со временем мы хотим внедрить жестовое управление. То есть вы сможете управлять всей системой «Умный дом» с помощью жестов, грубо говоря, сидя на диване одним пальцем. Вот. Также этот проект для ребят с СВО, у которых, например, проблемы с слухом, с речью. И для них это прекрасная возможность адаптировать систему «Умный дом». Мы сформировали очень крутую бизнес-модель, полностью ее докрутили. Нашли партнеров, то есть нашли несколько компаний-партнеров, кто нам помогал на протяжении всего промежутка, вплоть до сегодняшнего дня. Индустриальными партнерами «Акселератора-2024» выступили фонд «Сколково», «3DV», «Эволаб», «Стендап-инновации» и многие другие. Именно от этих компаний на выбор участники «Акселератора» будут решать задачи в течение ближайших 12 недель. В «Школе-21» прошел финал первого бассейна. Подробнее о мероприятии смотрите в сюжете. В конце августа на базе Юргу открылся кампус «Школы-21» от Сбера. Бассейн – это образовательный поток, в котором участники обучаются программированию. Процесс обучения здесь строится на методике равной равному, при которой участники выступают в роли учителей и учеников одновременно. «Школа-21» – это бесплатный проект для подготовки цифровых инженеров. На первый бассейн пришло почти 200 человек. Бассейн был очень непростой как для самих ребят, учеников, так и для команды кампуса, потому что он был первый для них и для нас. И с точки зрения образовательного процесса все окунулись в изучение базовых навыков программирования, все, собственно, знакомились с методом пир-то-пир, когда в такой непривычной атмосфере, когда нет преподавателей, нет классических лекций, участники должны были за счет взаимодействия друг с другом, за счет общения, выполнять разные технически сложные проекты и тем самым, собственно, развиваться в программировании. Этим занимались участники. Ну а мы, как команда кампуса, безусловно, занимались донастройкой хозяйства, донастройкой всех программных продуктов и так далее. И, собственно, бассейн для нас тоже является таким знакомым, важным. И мне кажется, что у нас все получилось. Завершилось обучение подведением итогов турнира «Трайбов». «Трайбы» – это своеобразные факультеты. В этом бассейне их было три. Участники на них распределялись случайным образом. В течение 25 дней ученики зарабатывали баллы за различные активности, сдача проектов, организация учебных, спортивных, развлекательных мероприятий для комьюнити. По итогам отборочного бассейна в каждом «Трайбе» выделили пятерку лучших. Нашелся и абсолютный лидер, набравший наибольшее количество баллов среди всех «Трайбов». Я отучился в Юргу, и уже под конец обучения вставал вопрос, куда двигаться дальше, куда учиться. Я давно узнал про сбер-школу, и так получилось, что я про нее вспомнил, решил зайти, и узнал, что у нас, оказывается, в Челябинске открывается кампус. В этот момент я еще преподавал в Юргу и привел вместе с собой часть своих студентов, которые, вот часть из них, дошли до конца. Мне очень понравилась атмосфера, мне очень понравился коллектив, потому что сама по себе концепция сбер-школы, она подразумевает, что каждый учится у каждого. Мы все взаимодействовали, проверялись друг у друга, и я просто рад тому, что я смог в этом поучаствовать и способствовать, и помочь другим людям, и дойти до конца сам. 20 сентября участники сдали финальный экзамен и официально стали выпускниками первого бассейна школы 21. Для студентов кафедры экономико-промышленности и управления проектами Юргу провели квиз от Сбербанка. Кафедре экономико-промышленности и управления проектами Южноуральского государственного университета исполнилось 75 лет. Первым праздничным мероприятием стал квиз от выпускника Юргу, территориального менеджера по работе с партнерами GR Челябинского отделения Сбербанка Владимира Киселева. Он также рассказал, какие возможности открываются перед студентами, обучаясь в Южноуральском государственном университете. На текущий момент, если говорить во время студенческого обучения, у вас есть акселератор Юргу, в который можно прийти и начать писать свой технологический проект. Выпускники акселератора Юргу мы сейчас договариваемся над тем, чтобы потом переходили в акселератор Сбера и свои проекты вместе с нашими тьюторами защищали уже перед будущими инвесторами. Что касательно работы в Сбербанке, даже студенты кафедры приходят работать к нам. Поэтому в данном случае у нас очень тесно налаженный контакт. Для студентов кафедры было подготовлено семь раундов, направленных как на знания нашего университета, так и на смекалку. Студенты, работая в командах, отгадывали логотипы приложений, зашифрованные песни, а также искали общее среди предложенных картинок. По итогам квиза три команды, набравшие большее количество баллов, получили сладкие призы. Это была очень интересная игра. Она позволила сплотиться группе, потому что я еще только на первом курсе. Были очень интересные вопросы как о Сбербанке, так и какие-то общеобразовательные. И было интересно узнать ответы на некоторые из них. Ну да, если бы было таких почаще, то было бы вообще здорово. Для первого курса тем более мы сплочаемся на таких мероприятиях. В честь 75-летия кафедра подготовила серию праздничных мероприятий. О том, что ждет сотрудников, студентов и выпускников, рассказала заведующей кафедрой экономика промышленности и управления проектами ЮРГУ Наталья Дзензелюк. У нас будет замечательный мастер-класс, который приедет проводить тоже наш выпускник из Москвы. Он сейчас работает в ОСИ, руководитель молодежного направления. Он приедет рассказать специально нашим студентам о том, какие возможности им дает ОСИ. У нас запустился уже сегодня, прошла жеребьевка шахматного турнира. Дружеский шахматный турнир, который выявит победителя. И победитель сыграет с одним из преподавателей кафедры. Это пусть пока будет тайной с кем. И у нас ожидается торжественное заседание кафедры. Предварит его круглый стол, на который мы пригласили наших замечательных выпускников, которые готовы поделиться своими успехами. Он так и называется «Путь к успеху». Завершает мероприятие торжественное заседание кафедры, которое состоится в субботу в 15.00. Мы на нем ждем наших выпускников. Кафедра создана в 1949 году как первая экономическая кафедра Южноуральского государственного университета. Она готовит бакалавров в рамках направления менеджмент по профилю управления бизнесом и проектами и магистрантов по программе проектное управление развитием предприятий и организаций. Торжественное открытие проектных сессий технологии будущего «Марафон идей и проектов» состоялось в точке кипения ЮРГУ. Состоялось торжественное открытие проектных сессий технологии будущего «Марафон идей и проектов». В мероприятии приняли участие компании с различными технологическими стеками, что открывает перед студентами широкие возможности получения знаний и опыта решения реальных ИТ-задач. Так представители ИТ-организаций презентовали свои проекты. В первую очередь целями проектных сессий, по словам экспертов, стали знакомство с молодыми специалистами и расширение состава профессиональных сотрудников. Цель, она такая, можно сказать, обоюдная. С одной стороны, дать студентам возможность реализовать свои знания на практике, сделать какой-то действительно реальный работающий проект. А со стороны компаний привлечь себя в команду сильных ребят. Проектные сессии направлены на студентов и аспирантов. В рамках мероприятия обучающиеся могут участвовать в проектах по кейсам от ведущих компаний, узнать больше о технологиях разработки и управления ИТ-проектами и развить командные навыки. Увидеть вживую представителей IT-компаний Челябинской области, узнать, как проходит работа и правда ли возможно участие студентов. Мероприятие проводится в рамках выполнения работ по программе «Создание и поддержание пространства коллективной работы предпринимательских точек кипения» при поддержке автономной некоммерческой организации «Платформа национально-технологической инициативы» и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Посвящение в студенты состоялось в политехническом отделении ЧКПЗ Многопрофильного колледжа Юргу. Подробнее о мероприятии расскажем в сюжете. В политехническом отделении ЧКПЗ Многопрофильного колледжа Юргу прошла торжественная церемония посвящения в студенты. Участниками стали студенты и преподаватели. О торжественной церемонии с приветственным словом выступил руководитель политехнического отделения ЧКПЗ Многопрофильного колледжа Юргу Владимир Моисак. Он отметил важность выбора профессии и пожелал студентам успешного начала их образовательного пути. По завершении официальной части церемонии посвящения в студенты для обучающихся был организован квест. Студенты разделились на команды и отправились по тематическим станциям. Сегодня на базе колледжа проводится посвящение в студенты. Наше мероприятие направлено на проявление навыков ребят. Посвящение проходит в виде квеста. Прохождение станции поможет развить студентам такие области, как творчество и спорт. Стать споченнее и дружнее. Всего было организовано 10 точек, на каждой из которых обучающимся политехнического отделения ЧКПЗ многопрофильного колледжа ЕРГУ нужно было выполнить задание. В принципе, это очень увлекательный процесс. Учиться здесь, познакомиться с ребятами, получать новые знания. Ну и такие конкурсы повышают дружность коллектива, я считаю. И они очень нужны и важны для нас. Колледж ЧКПЗ ЕРГУ – это уникальное образовательное пространство, которое создано Челябинским кузнечно-прессовым заводом и Южно-Уральским государственным университетом. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах Ютуб и Рутуб, а также платформе Яндекс Дзе. До встречи в эфире.